Всем привет! Сегодня история от подписчицы. Сейчас я ее зачитаю, и мы с вами дадим ей комментарии и советы. Дорогая милая Галина, здравствуйте! Слушаю ваши видео уже больше года. Всех нас тут собирает тема турецко-славянских отношений. Очень хотелось всегда написать историю свою с хорошим продолжением, но история моя из печальных. Длилась она больше двух лет. Ваши видео очень нужны. Иногда они как свежий воздух или холодный душ в жару для женщин и для девочек, которую угораздило влюбиться в турецких красавцев. Слушая историю других, у меня закладывалась мысль, что у многих женщин были отношения с одним и тем же мужчиной. Было бы интересно провести такие наблюдения. Мне 48 лет, у меня была хорошая семья, но не удалось избежать развода. У меня два взрослых сына, 28 и 18 лет. Отношения у нас дружеские и уважительные. Я сделала максимальное все, чтобы моя миссия как мама была исполнена и даже больше. Много путешествовали по европейским странам, Эмираты, Америка, только Турцию мы не рассматривали никогда. Детьми горжусь, они меня уважают. Их друзья, кто видит меня впервые, считают меня сестрой. Если дети живут в другом городе, учатся, работают старшие, у меня есть время, чтобы попробовать построить личную жизнь. Попробовала многоточие. Подруга порекомендовала сайт знакомства, регистрировалась. И в тот же день начали мне писать турки. Это было лицо с картины или иконы он. Эти зеленые глаза, борода, я не могла писать никому больше. Он с первого письма решительно сказал, что хочет меня узнать, пригласить, увидеть. И так все началось. Он работает в крупной фирме, образован, на вид интеллигентен. Мы совпадали по гороскопу. И только пару дней назад, между днями рождениями, и группа крови, резус, отрицательный, короче, характер и все пазлы просто сходились. Реальная встреча состояла спустя 6 месяцев. Билеты купил, отпуск оплатил. Я даже не заметила тогда, что цветы не подарил при встрече. Но это было такое счастье видеть и держать за руку этого человека. Я 20 лет жила с мужем, старалась быть надежным, теплым ему человеком. Но я ни разу не чувствовала себя такой наполненной внутренним. Хотелось летать, петь, танцевать. Я нарисовала его лицо в карандаше. Однажды сходство потрясающее. До этого я никогда никого не рисовала. Потом пробовала детей нарисовать, уже не получилось. Он не спешил развивать отношения в реальности. Его устраивал онлайн-роман. На связи были 24 на 7. После 6 месяцев в просьбе была еще встреча. Закончилась неожиданно. Раньше запланировано. Были в гостях у его друга, который живет с украинской девочкой. Ужинали, общались. Он там проводил все выходные. Он говорит, что на работе устает. И он отдыхает с другом вот таким образом. У меня были странные чувства каждый раз, когда он туда ехал. А потом оказалось, что чувство не подвело. Встреча закончилась неожиданно. Его друг сказал, что мы должны уйти и никогда не возвращаться. Я не поняла, почему. Шок. Так как я не понимаю их язык. Я обычно мы на английском говорили. И мой Озгюр, так мужчину зовут, сказал, что друг его приревновал к той девушке. Я не стала развивать эту тему. И в такой ситуации я никогда не была раньше. Как бы чужая страна, язык. Я просто попросила купить мне билет обратно. Я улетела на следующий день. Но, как говорят, любовь зла. Мы продолжали наш онлайн-роман. Ровно год назад он приехал ко мне домой. Еще раз познакомилась с детьми. Принимали как лучшего гостя. Погостил, ничего не сказав серьезного. Уехала. Все продолжалось в телефонном режиме. Я говорила, что меня это не устраивает. Он просил потерпеть. Постоянно говорил о проблемах, о занятости на работе. Окей. Я это понимаю. Знаю, что это такое. Что такое работающий мужчина. То он ждал повышения по должности. То еще что-то. То надо подождать новую зарплату. А тут карантин. Он постоянно на связи был. Чего только не обещал. Что будем жить оставшуюся жизнь вместе. Что хочет состариться со мной. Что готовить ему только я могу. И учил, как произносить его фамилию на турецком. Как будущая жена. И что ребенка он хочет только со мной. До этого он не был женат. Детей у него нет. Даже немного денег присылал как помощь. Но вот странность. Он никогда не говорил и не знакомил меня с родственниками. Даже когда я была в его городе. Я подумала, что не успел. Но почему-то мы останавливались в отеле. Для себя я нашла объяснение, что наверное скромно живет. Стесняется этого. Я пару раз спрашивала, что может у тебя есть женщина. Другая какая-то женщина. В общем, почему ты так за меня вроде бы держишься. Но и на расстоянии в то же время. Он все отрицал. Говорил, что я это только одна женщина. В его сердце. И трудно не верить, когда ты любишь. Вот оно самое ключевое было. Я находила для себя объяснение. Я сама готова была обманываться. Сказать, что я нервничала, переживала, это ничего не сказать. Я не могла понять, как так. Говорит, что я его, все. И что не видит будущего без меня. Но на связи постоянно по телефону. Вроде как и скучает сильно. И вместе с тем на расстоянии держит. Не может объяснить почему. У меня начались проблемы со здоровьем. От постоянных стрессов, переживаний. Увеличился узел в щитовидке. Перестала спать ночью. Тахикардия. Другие симптомы. Обратилась к врачу. Он даже назначил антидепрессант мне. Летом, когда у вас там был религиозный праздник. И были выходные. Он не сказал об этом. Я прочитала в новостях. На вопрос, почему ты не пригласил. Это же самый семейный праздник. А он называл меня его семьей. И ответ был мне просто непонятен. Мы поссорились. Слезно звонил, плакал, просил не бросать. Так мы ссорились еще два месяца. Я уже не так воспринимала его слова, как раньше. Потому что вы были на антидепрессантах. Ваши эмоции подутихли. Это хорошо. Приближались наши дни рождения. Он не спешил начинать разговор о встрече. Только говорил, что ищет квартиру, чтобы арендовать для нас, чтобы меня забрать туда. В общем, а почему арендовать-то? Он прямо не говорил. Но я догадалась, наверное, он живет с мамой. Может быть, у него есть брат. Я сказала, что уже не верю во все это, так как он обещал. Это еще и в прошлом сентябре. Когда спросил, с кем он будет праздновать свой день рождения, подумав, купил билет, я уже без энтузиазма, правда, полетела на встречу. Розовые очки оставила дома. Встреча прошла ровно, уже без огня. Он возил меня по всему городу, по его любимым местам. Это город Рай, конечно. Можно всем посмотреть в интернете город Бурса. Там так волшебно и красиво. И горы такие покрытые лесами, и море. Термальные источники, горнолыжный курорт, старое и новое в одном месте. Воздух такой чистый, что даже чувствуешь свое тело. А еда, пища богов. Мне так нравятся местные традиции. Закрытые женщины, призыв к молитве. И такие спокойные жители. Так чисто и все, как правильно организовано в плане жизни людей. И вся эта атмосфера перекрывала весь мой горький вкус от прежних переживаний. Я держала руку своего любимого мужчины и видела, как все его, все его недостатки, поведение, изъяны физические. Но это все было для меня не проблемой. Мы все как бы не идеальные. Проблема была в том, что я уже доверяла ему. Семью так и не познакомил. И уже говорил о будущем, а я уже не говорил о будущем, а я уже и не спрашивала. Просто впитывала местную ауру. Просто тихо завидовала местным жителям, что живут в таком совершенном месте. Благодарила Бога за еще один хороший момент в моей жизни. И последний день нашей встречи провели в разных комнатах после того, как он разговаривал по громкой связи с женщиной. Да, я не понимаю их язык, но интонацию флирта тонко уловила. Я ж женщина. Я сказала эмоционально, что это меня унижает и что я в гостях. Как так можно вообще? Предложила помочь мне найти автобус к аэропорту. Ехать надо было в другой город. Но сказал, что это по работе и что я не так все поняла. И в итоге он отвез меня сам. Купил сладости детям в подарок и вернулась уже другая. Он продолжал звонить в том же режиме. Я так думаю, наверное, радовался в душе, что ничего уже не спрашиваю о будущем от него. Выглядел довольно-таки счастливым. Но тут у меня начали появляться первые симптомы беременности. Я не могла поверить, что в моем возрасте так легко может все случиться. Хотя после очередного визита в клинику еще раньше мой врач сказал, что у меня все окей. И многие 35-летние женщины не имеют таких шансов. И в своих размышлениях я погрузилась в себя, жду и прислушиваюсь. Не хотелось поднимать панику преждевременно. Но вчера вечером он заметил перемены в моем настроении. Спросил, что случилось. И сказал, что пока не могу ничего сказать без заключения врача. Но подозрения есть. Он не сказал уже никаких нежных слов. Не пожелал спокойной ночи, как обычно. И не писал «Доброе утро», хотя я видела его онлайн. У нас много было споров на тему, почему он часто онлайн, даже ночью. Я знаю, что до нашего знакомства он прилетал в Украину к одной девушке. Сейчас я подумала, что он так и не закончил отношения с ней. Может, она тоже пишет вам, Галя. Я уже и не знаю. Что ж, все понятно. Продолжения не будет. Я вот только себя спрашиваю, как могут мужчины играть нами, как в игрушки. Почему мы такие умные, мудрые девушки попадаемся так глупо и отверженно. Да, мы недолюбленные в детстве. Да, мы начитали сказок. И нас не учили, как строить отношения. Нас учили любить и доверять. Приходилось приходить на помощь, многое не просить, что скромность – это лучшее украшение. Больно и обидно. Такое горькое послевкусие сладкие турецкой сказки. Оказывается, открытость и доверие другим – это глупость. Галечка, читайте, рассказывайте и помогайте нам. Нас всех связывает одна тема. Тут хоть очень сложно передать все эмоции в одном сообщении. Благодарю за понимание и поддержку. Не перестаю восхищаться вами. Вот такая история интересная. Она получилась. Вообще, кстати, это чисто по классике. Я тоже очень часто и в комментариях такое вижу под видео, когда девушки друг к другу переписываются, или какая-то девушка просто в тему истории пишет, «А у меня было вот так вот с парнем познакомиться, тра-ля-ля, пишет в комментарии какую-то большую историю. Другая потом подключается и пишет, «Слушайте, а этот парень-то они оттуда или они из этого или там города, или там из столько-то ему лет?» То есть настолько реально очень похожие люди бывают. Ощущение складывается, что это один и тот же. На самом деле, мало вероятности, что это один и тот же парень, хотя вполне возможно в жизни ничего невозможного не бывает. Я бы сказала, что это просто история, пример. Чтобы сильно, знаете, уши не развешивать. Ну, все печально. Короче говоря, за эту историю я могу только одно сказать, вот как пример на будущее, да. Девочки, кто в отношениях, вот это знакомство с родителями, планы всякие, это очень важно. Они, конечно, турки могут знакомить. Знаете, как очень хитро ловеласы, вот эти всякие несерьезные, делают тип в серьезном отношении. Они его знакомят с двоюродными братьями и сестрами, со своими друзьями, потому что братья и тетями, например, дядями, потому что они это дальше к родителям не понесут. Вроде как и родственники познакомил, но самое главное знакомство – это папа и мама, потому что это оценка и принятие пассий. Все. Это самое важное. Но есть еще, сразу скажу, это не гарантия ничего, но есть еще папа и мама, или, например, познакомили с одной только мамой, папа не в курсе, папа, например, против иностранки или еще чего-нибудь, да, очень часто мама в коалиции со своим сыном, и она, папа так и не узнает, что у него там какая-то девушка, и просто будет думать, что какая-то там девушка есть. Очень многие, когда эти семьи клановые или религиозные, или в принципе какие-то клановые семьи, там очень часто родители там типа знакомятся с всякими девчонками, ну, обычно их в дом не приводят, но родители в курсе, да, вот эта фраза. Родители знают обо мне. Могут там скайпе рукой помахать, улыбнуться или еще что-то такое история. Они могут это сделать, но вы в дом к ним не вхожи. Самое главное, я вам говорила, показатель, то, что вас таскают на всякие никяхи, праздники, дни рождения, семейные, родственные вас показывают и представляют, это моя невестка. Вот это главное самое. То есть вас знакомят со всей огромной роднёй. Папа с мамой тоже бывает очень так потихарю сидят, потом это дальше никуда дома, их не выносится. Может, они живут где-то на отшибе, там родственники, соседи этого тоже ничего не видят, вас познакомят без вопросов. Но сегодня вы есть, завтра он другую приведёт. Типа мальчик гуляет, когда ему будет 35-40 захочет жениться, тогда всё будет окей. Тогда мы либо сами выберем, либо приведёт то, которое мы разрешим, которое нам понравится, мы оценим. И он будет уже тогда стараться подбирать девушку, которая не идёт в разрез с мнением родителей. Скорее всего, ну, так очень многие делают, к сожалению, поступают. Так что гарантии вообще никаких ни на что нет. Но когда знакомят с тётями, братьями, сёстрами, кузинами, не ведитесь на это. Это то же самое, что познакомить с друзьями. Это такая мафия, короче говоря, всё схвачено, за всё заплачено, все вместе. И последний пунктик, когда с родителями познакомили, это очень хорошо. Но ещё очень хорошо, когда эти родители, там, в виде вас, янге, невестки, представляют своим другим родственникам. Вот это тогда да, это имеет силу. Ведут на праздники мероприятия, знаете, как, я не знаю, козу на привязи, да, хвалятся пока, смотрите, это наша невестка, то есть они очень гордятся, они могут про вас рассказывать, там, про ваше образование, или там она вот, например, у нас там в России кем-то, тем-то, или там она доктор, учитель, такие, на полицейский, какие-то социально приемлемые, отопрямые, крутые профессии, типа доблесть, честь, отвага, вся эта история. Вот, поэтому, если так вас показывают, вас с удовольствием рассказывают всем родственникам, вас как диковинную зверушку водят по родни, то да, это, вот оно так и есть, да, это говорит о том, что вас не стыдно, не скрывают, все в порядке, все идет правильно. Вот такой я вам совет дам. Но вообще, честно скажу, не надо делать каких-то так на будущее, просто выводов в поступках почти временных, типа как беременность и все прочее. Всегда, в любом случае, даже у некоторых это и в браке бывает, да, женщина должна рожать столько детей, сколько сама сможет прокормить, потому что рассчитывать в итоге, это типа чисто инстинкты природы, рассчитывать особо на мужчину можно не рассчитывать. Такая вот жизнь с целью, я всегда под почту оставляю под видео в комментарии, можете писать обязательно к видео, ставить лайки к этому видео, пишите на почту ваши истории или примеры, которые вы хотите разобрать в видео с точки зрения психологии, либо присылайте свои истории анонимные, как вот это сегодня, просто как пример для вас. Также можете на почту мою написать и записаться на платную консультацию по психологии. Спасибо за внимание, скоро увидимся. Продолжение следует...